Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал «Россия». Юная спортсменка из Карачаева, Черкесии Виктория Старинец, воспитанница спортивной школы по боксу, одержала победу на первенстве СКФО. Также она завоевала путевку на первенство России. И в эти минуты в нашей студии Виктория и ее тренер Мурат Тимирджанов расскажут моей соведущей Белле Джазаевой о прошедшем турнире, об увлечении боксом, методах тренировки и подготовке на первенство России. Доброе утро всем! Доброе утро, Виктория! Доброе утро, Мурат! Рада видеть вас у нас в гостях. Вы сегодня у нас впервые. Мурат, вы очень скромный человек, и мне вот еле-еле я вас уговорила в связи с таким событием, как победа на первенстве СКФО по боксу. Ваша воспитанница, вот она здесь, Виктория, стала победительницей. И, насколько я понимаю, в финальном бою она одержала досрочную победу. И это выход на первенство России. Мне бы хотелось, чтобы вы об этих соревнованиях рассказали, как все прошло. Ну, Вика участвовала первый раз на соревнованиях. Вот. Это в начале февраля было первенство СКФО по боксу. Она первый бой провела... Кто у нас был? Грагия. А, была местная. Местная. А где вы были? Была в столице Суворовское. Вот там есть центр бокса. И соревнования в основном... Много соревнований там проводятся. Да, да. И вот в первом бою она одержала победу над местной. Это был такой тяжелый бой был. Но она одержала победу. Второй был финал. В финал у нее тоже был сильный соперник. Соперник был с Южной Осетии. Там очень хорошая, сильная школа бокса. И девчонка была хорошая. Ну, мы подготовились. Она настроилась. Первый раунд тоже выиграла нормально. Ну, в третьем раунде она дала жару. Три нокдауна. Во втором раунде досрочная победа. Ну, просто молодец. Вика, как давно ты занимаешься боксом? И почему именно боксом? Ну, с детства я мечтала... Ну, с девяти лет я мечтала пойти на бокс. Я смотрела постоянно бои по телевизору. И мне очень хотелось. Это твое желание было, да, получается? Да. Родители были очень против. Не хотели. Боялись то, что вдруг травма какая-нибудь случайная. Очень боялись. Ну, в итоге я уговорила и пошла на бокс. Уже хожу, занимаюсь год. Вы вместе год работаете? Ну, да. Чуть больше года. Вы как видите перспективы? Ну, целеустремленная, трудолюбивая. Мурат, а легче тренировать девочек или мальчиков? Я не знаю, мальчики, чтобы не обижались, по-моему, девочек. Они более послушные и выполняют все задания. Вика, в нашей предварительной беседе ты сказала, что все-таки хочешь свою жизнь связать с боксом. Не передумаешь? Нет. А ты хочешь быть тренером? Да. Ну, вот. Но и больше хочется самой заниматься. Где пройдет первенство? Первенство пройдет в Московской области, город Королев. Это 1 мая по 9 мая. Вы сейчас туда усиленно готовитесь. Что ж, я желаю вам удачи. Спасибо. И верю в то, что Виктория получит какое-нибудь призовое место обязательно. Мы надеемся на первое место. Дай бог, чтобы так и было. Благодарю вас за участие в нашей программе и желаю вам успехов. Спасибо. Спасибо. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите программы Абазинской редакции в 14.30 вести с Аллой Динаевой. Удачного вам дня и встретимся завтра. Продолжение следует... Праздничная мега-акция в Ветских мехах. Скидки до 50%. При покупке шубы куртка в подарок. Успей до 8 марта включительно. ТЦ «Панорама». Первый этаж. Весна будет чудесной. С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Дарите эмоции. 585-Золотой. Внимание! Долгожданное открытие Кисловодского цирка с 13 марта. Биберлэнд. Миру сыр.